значит как у нас проходил день в подъезд можно выйти выходишь на улицу за тобой стоит кадр только ты разводишь огонь он начинает стрелять над тобой получается 88 дом и где спортзал это дома возле футбольного поля азов бегали очень как-то хитро то есть там несколько человек в гражданке то есть джинсы но и броник вот так под курткой спрятан с автоматами но этом рпг вот это или как-то и гранатометы у него так по дворам шастали потом началась новая эпопея дети значит бегает один азовец за ним несколько детей с автоматами и там мы видели такую смешную картину 2 малакососа тащили этот джевелин как они не надорвались ним непонятно ну допустим я вот сижу думаю но у наших джевелинов не было не это 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 сейчас скажу кто это восемь лет где пилигрим ну детдом она они детей как сказать помягче накачивать а то есть они девочек снайперы пацаны это уже понятно и они еще и поджигали дома им не нужен дом с людьми как и другой стороне подождите то есть азов накачивал детей для того чтобы дети воевали поджигали дома да смотрите вот мы не видим вот мы сидим с окна у нас первый этаж бегут дети ну восемнадцать шестнадцать лет кто они четырнадцать лет джинсы без погазок без ничего но с автоматами нацкорпус бегал у них черная вот как спортивные костюмы и сзади нацкорпус дома нет вообще вот такая эпопея ну дом горит они ушли все на утро нам дали типа зеленый коридор нас не работает связи у нас нет подъездов подожгли сказали что снайперы специально поджигают а потушить вот остались три пенсионник бабушек полное убежище сын там еще один мужчина и у нас был пацан и с лежачими животными и с лежачими тоже лежачих мы не смогли достать мы выбежали из бомбоубежище получается они второй и третий этаж а там уже полыхает мы в курт как пытались пролезть у меня уже жека 1 мчс не горит сейчас задохнемся спускаемся ребят у меня нет у нас тоже у нас горели документы мы сейчас не знаем нет работы нет жилья свободы нет жизни